Слава Господу! Приветствую вас, дорогие друзья, с любовью к вам Владимир Дзюба. И, как всегда, хочу сказать, пусть Господь благословит каждое открытое сердце. А если ваше сердце сегодня закрыто, пусть благодать Господня придет, как дождь, как краса на ваше сердце, для того, чтобы она открылась для нашего Господа Иисуса Христа. Слава Господу! Знаете, сегодня хочу поговорить и, наверное, коснуться такой, на мой взгляд, злободневной темы. Знаете, временами приходит такое внутреннее видение, такое внутреннее душевное видение. Алтарь молитвенный, который, знаете, как покрыт от времени пылью, листьями, всем тем, что приходит как с местом, за которым не ухаживают. И вот сегодня хочу обратиться к таким верующим, к таким людям, кто был верен в молитве, а потом какие-то обстоятельства пришли, и молитвенный алтарь, он оставлен. Вы там бываете очень редко. Я писал такую духовную картину. Я не могу сказать, там, Коля, Вася, там, Петя или там, Люда. Это касается вас. Пусть те, кто сегодня меня услышат, если это касается вас, знаете, как пересмотреть, приложить усилия, пройти этот путь для того, чтобы вернуться на то место, на котором Бог ожидает каждого из нас в духе. Это духовная картина, не физическая. Потому что я не призываю там прийти в какое-то определенное место, там, где вы когда-то молились, потому что вас побуждали, допустим, там, на молитвенное собрание или в церковное здание. А может, кому-то и это стоит сделать, вернуться. Но прежде всего каждый из нас мы должны осознать, что мы сегодня те люди, которых Господь призвал, которых Бог поставил для того, чтобы мы сегодня стояли рядом возле Христа. Сегодня очень важно для нас увидеть Христа. Вот мы стремимся познавать нашего Господа. Особенно, когда есть какая-то проблема у нас там, связана с какой-то нуждой, с какой-то проблемой, там, со здоровьем, там, или с какими-то вещами, там, с какими-то проблемами. Мы хотим Господь открости для нас как целителей, как Бог, который восполняет нам нужды. Но мое большое желание, знаете, чтобы сегодня многие увидели Христа как ходатая. Как ходатая, к которому должны многие из нас присоединиться при своей жизни. Я не знаю на небесах, будут ли там молитвенные служения, будут ли там встречаться на молитвы. Потому что, мне кажется, единственное, это то, что на небесах будет, это хвала. Мне кажется, нужд, проблем никаких не будет. Это пока мы имеем свою земную жизнь, и мы проходим этот временный такой отрезок. Есть вещи, которые связаны с духовным нашим откровением, в которые мы включаемся, желая познать, для того, чтобы, наверное, наша вера, она возрастала на личном понимании. И вот я хочу сказать, как важно сегодня для многих из нас это увидеть Христа ходатая. Тот, кто ходатайствует перед Отцом за нас. И я верю, что часть нашей молитвенной жизни, она должна быть связана с ходатайством. Ходатайство за тех, кто находится рядом возле нас, за тех, кто еще не покаялся, за теми рядом возле нас, тех, кто уже стоят в духе, тех, кто уже сражается. Потому что духовное сражение, оно сегодня есть, оно реально, и оно очень жесткое, оно очень тяжелое. Поэтому мы ходатайствуем за людей, которые находятся в служении, осознавая, понимая то, что им приходится нести, знаете, как, наверное, двойную нагрузку. Вот почему Павел и писал, что те, кто трудятся в Слове, они как бы двойного благословения заслуживают. Наверное, по той причине, что многим приходится переживать двойную такую нагрузку, помимо того, что есть жизнь, поэтому есть еще и служение. Мы молимся за этих людей. Мы молимся за тех, кто сегодня находится в каких-то проблемах. Это тоже часть нашего ходатайства. Сегодня такая глобальная большая проблема, которая коснулась страны. И я думаю, знаете, как многие на эту проблему в Украине реагируют по-разному. Кто-то там имеет возможность, помогает финансами, кто-то материально включился в это. А мне кажется, что верующие, они должны включиться как раз в молитву, в ходатайственную молитву. Сегодня, наверное, те молитвы, которые звучат, они искренне, и, наверное, в этом есть огромная, колоссальная нужда. Почему? Потому что сегодня я понимаю, мы как люди, мы не управляем временем, мы не управляем эпохами, мы не управляем, практически ничем не управляем, воздухом даже не управляем, погодой и днем, и ночью не управляем. Но мы понимаем, что тот, кто управляет, это управляет наш Господь. Есть маленькие такие понимания, которые Бог нам дает о временах, которые, допустим, написаны в книге Откровения, о лошадях, которые там скачут, конь такой, конь такой, и с этим ипподромом, простите меня за такое выражение, приходят определенные эпохи времена. Я сегодня молюсь, говорю, Господи, пусть это все остановится. И я понимаю, что много, наверное, немного, а все зависит, связано с временами, зависит от самого Бога. И я думаю, что для верующих, когда мы осознаем и мы понимаем, что мы живем в определенное время, и на нас лежит определенная ответственность, да, ответственность. И эта ответственность, прежде всего, она связана с нашей молитвой, потому что, знаете, как какое-то время Бог для меня, лично мне, давал понимание о дарах, о дарах благодати, о самом служении. И я видел, как за этот период моего служения многие реагировали на это слово, и я видел множество людей, которые включались в само служение. в ту, открывались для той, для той благодати, которую Господь Бог им давал. И они включались, и они начинали делать, выполнять определенное служение. То есть сегодня я понимаю, что есть время, вот есть определенное время, когда, знаете, как, мне кажется, на первое место выходит молитва. Выходит молитва. И изучая Писание, я вижу, что разные периоды, допустим, были в самой церкви тоже, разные периоды были, когда во главу становилось апостольское движение, потом появлялись другие дары, дяконское служение, пастырское служение, которые появлялись. Но всегда в сложные времена подымалось ходатайство. И возникает вопрос, а когда оно заканчивалось? Оно заканчивалось тогда, когда была решена та проблема, о которой многие ходатайствовали. И вот я сегодня хочу обратиться к слову, такое слово коснуться. Это Иакова 4 глава 2 стих. Не имейте, потому что не просите. Вы знаете, как звучит просто. Вот звучит просто. Неоднократно мы об этом говорили, неоднократно мы это провозглашаем. Но как звучит просто, это когда ты задумываешься, не имели, не имеете, потому что не просите. Одна из причин, почему не имеем, потому что не просили. Знаете, как читая историю одного человека, верующего, который много усердствовал в делах, делал какие-то вещи, и потом начал замечать, что его жизнь, она начала напоминать такую своего рода пустыню. С дел, которые были недоделаны. Потому что к нему пришло осознание того, что есть ограниченность в его делах, в то, что он может сделать. Есть начало, но есть ограниченность. И он пришел к пониманию, почему была эта ограниченность. По одной только причине, что не было молитвы. Почему не было завершения, потому что не было молитвы. И это его откровение, которое повлияло на него. И знаете, мое большое желание, чтобы сегодня множество тоже пришли к тому откровению, которое тоже повлияет на ихнюю жизнь. Радикально повлияет на ихнюю жизнь и перейдет к молитву. Почему нету силы? Потому что нету молитвы. Почему то? Почему то? Почему то? Потому что нету молитвы. И чем быстрее мы приходим, наверное, в это осознание немощи. Потому что многие из нас, когда мы получаем откровение, мы наполнены силой. Нам кажется, все, мы горы переднем. Мы это сделаем. И мы начинаем включаться в какую-то работу. И, может, какие-то горы мы и перевернули. Но потом мы начинаем замечать, что их множество, множество на нашем пути. Кто-то разочаровывается и останавливается в молитве. А кто-то, наоборот, перекладывает на кого-то. Вот он, пастырь там или еще служителя. Пусть молятся. Это ихнее дело. И в этом заключается ошибка. Почему? Потому что у каждого из нас есть свой фронт работы в духе, который мы должны выполнить. Знаете, я возьму этот пример с Неймией. Когда они пришли восстанавливать стены в Иерусалиме, каждый имел свое место. Каждый выполнял свой объем работы. И вот точно так же и сегодня есть для каждого места и есть определенный фронт работы, который в духе, в молитве каждый должен сделать. Поэтому, если сегодня ваш алтарь, он запылился, то место, где вы молитесь, я образно употребляю. Если давно вас на этом алтаре не было, дорогой брат или сестра, я хочу сказать, возвращайтесь. Пусть ваши колени, они преклонятся на этом месте и пусть ваш голос, он будет возвышен к небесам. Пусть Бог благословит вас. С любовью, Владимир Дзюба. Аминь.